С самой ранницы на Галуной площади Мазыра началось разгортывание гандлёвых родов и белорусской сельско-господаршей техники, которая примет удел в областных дожинках. Побач с машинами, которые уже добро зарекомендовали себе на палетках, зусим новые узоры. Тут же можно увидеть и технику, которую завтра урушить в якости узнагород лепшим сельско-господаршим предприемством в области. Всё лета это тракторы «Амкадор», пресс-подборщики, косилки и раскидывальники удобрения. Официйное открытие выставы сельско-господаршей техники заплановано на 8 годин ранницы. У программе так само работа тематичных районных экспозиций, концертная программа, областный конкурс «Агитбригад» заздоровила от життя и непосредственно ушанование переможца Ужнева. Начинается наша программа уже с 8 часов утра и закончится в 20.00 праздничным салютом в честь праздника хлеборобов. Я считаю, что труд хлебороба очень тяжел, но весом и значим. Поэтому, конечно, формат, который мы сегодня проводим в сентябре месяце, а в ноябре позволит при хорошей погоде много семей, которые будут гуляться по парку, наши подворья посещать. Ну и, конечно, чествовать самую значимую профессию – это люди труда. Хоть стольки распроцовкой святочной программы под рыхток, когда дожинок у Мазыры не обижавалася. Практично с початку года тут стартовали масштабные работы по доброупорядкованне, починаючи с бадай самого головного. Дорог. Прошим, у парадок провели не только в улицу, по якой гости будут приезжать на свято, а и широк центральных городских магистралей. В рамках благоустройства города Мазыря уделено внимание приведению основных магистралей дорожных в соответствии с современными требованиями. Были заменены все инженерные сети, находящиеся в зоне дорог, а также произведено их расширение. Некоторые объекты на кшталт дома пионеров будут сдадены у наступным месяцы. С гэтым объектом вырешили не спешаться. Будынок з'является помником архитектуры, а тому при его реставрации необходимо притрымливаться пылных потребований. А вот будынок драматичного театра имя Мележа принял глядачу яше летом. А пошние 7 годов театр працавал на арендованных площах, что было в фильме незручно. Сяпер проблемы застались у минулым. У новым будынку створены усе умовы як для дзейчоу культуры, так и для глядачоу. У тым ліку людей с обмежаванными махчимостями. У гэтым годзе у Мазари з'явилось и несколько новых будинков. Сяроды хворотовальный пост Асвода. У вуголе узводить его пыльшалия шеу в 2003-м, а ліпотым на някалькі гадоў законсервавалі. Пасуднасця гэта сучасная станція, якая дазволіць варатавальнікам больш ефіктывна выконваць асновнуў задачу – гарантаваць бяспеку людзей на вадзе. Этат аб'єкт долгожданны. Аб'єкт требуець для обеспечення беззапастості, для комфортных условій работы, для выполнення функцій водолазно-спасательной службі. Найпереды дні дажынок у мазары знов заквітнелі каштаны, што надалу городу асаблівы шарм. Калі дадаць яше і сонішнае надвур'я, надыход свята асабліва адшуваецца. Дарэчы па шаспадрыхтуўкі, мясовыя коммунальнікі расфарбавалі і фасады някалькіх дзясяткав жылых дамоў. Атрымалася не просто прыгожа, але і оригінальна. Жыхары абновленага мазара кажуть, сваёй малой радімай яны вельмі ганарацца. Нравіцца очынь. Он чисты, красивы. Всё здесь прэкрасно, абустроен. Очынь харашо.